Воздушный поцелуй, пожалуйста. Посмотрите, у меня модная модель, ребят, на ее сережечке, посмотрите. Просто красотка! Все, можно фотографировать. Открофи! You're welcome! Значит, в макияж я уже показала. Сегодня у меня мой любимый путетик. Hi, guys! И смотрите, ребят, какой милый букетик принесла мне моя модель. Моих любимых фиолетовых оттенков. А вот моя модель, вот он, вот. Это мама наша Мане. Которой нет в Инстаграме, к сожалению. Мане нет в Инстаграме. А, вы есть? Сейчас я отмечу ее аккаунт, подождите. Ребят, еще Руслан Татьянин отправил мне написано записку от Руслана Татьянина с любовью через общую ученицу. А теперь давай просмотрим, что в этих пакетах. Но не радуйся, тут несъедобное что-то. Ребят, это его супер крутые плойки для волос. Смотрите, какая она длинная. То есть, можно накручивать даже длинный волос. Тебе понравилось, Мане? Шикарно! Спасибо, Чуколь! Классно, классно. Супер, спасибо большое, дорогая. Вы говорили о моей энергетике, когда я красила. Очень такая позитивная энергетика. Спасибо. На самом деле это не описать. Это чувствовать надо. Тепло. Уж если вам столько вы притягиваете за себя. Спасибо. Это не просто так вам столько подписчиков. Спасибо. Это не слова. Спасибо. Очень приятно. У нас тут еще поступил какой-то подарок. Давай проверим, что внутри. Сделаем распаковочку. Даже не терпится, да, ребят? Хочется поскорее. Что за красота. Так, открыточка. Прекрасный Гуар с любовью. Ого, ребят, смотрите, как красиво. Да это целое искусство. Очень красивая картина. Такая объемная, да? Я сделала. Со стороны ее покажу. Она такая выпуклая. О, и тут целое прекрасное письмо. Прекрасный и невероятный Гуар. Спасибо. С любовью, Маргарита. Голд Финч Арт. Спасибо большое, дорогая Маргарита, за этот потрясающий подарок. От флешмо продолжается, которое... Вот это. Не-не, бумеранг нужен. Ребят, зато смотрите, как может Акаби. Смотрите на его уши. Еще, еще поделай. Посмотрите, во-первых, к нам в гости приехал Дима. Дим, привет. Привет, привет всем. С Киева. Давай начнем на украинском, пожалуйста. На украинском. Моя украинска хуже, чем ты. Всем привет. Я вас люблю. А я кухаю. Дим, показывай, что здесь? Здесь, здесь киевский торт. А здесь, здесь, здесь тоже киевский торт в виде пирожных. Это турбулентность. Ребят, видите, вот прям он с Киева привез нам вкусно. Так. А еще Гуар. Я хочу сказать, что огромный вдохновитель, мотиватор для меня. И вот своим примером, когда я открыла салон, в студию, у меня прям такой, знаешь, рост пошел. Я знаю, что ты любишь этот бренд. Да. Ты делаешь много классного для других людей. А мне захотелось подарить им тоже небольшую радость для тебя. Поэтому я тебе. Блин, спасибо. Можно открывать? Конечно же. Блин. Гу, давай закроем. Давай. Ребят, посмотрите, я не могу досмотреться. Сейчас скажут, хвастается. Да, хвастается. Мне не каждый день дали такие подарки. Дим, теперь тебе придется жениться на мне. Сто процентов. Главное, то есть, как бы то, что я уже замужем, ребят, то, что я уже там, понимаете, никого не интересует. Так, ладно. Но не будем, ребят, не будем о грустном. Все-таки это грустная информация для моих неженатых подписчиков. В общем, ребят, я вам хотела сказать немножко о Диме. Я обожаю успешных людей. Обожаю, когда... Представляете, парню всего 23 года. Чуть-чуть младше меня. Подумаешь, мне почти 30. Скоро 27. Ну ладно. 23 года сделал себя сам. У него есть две машины, две квартиры. Квартирует. Вот. Он обеспечивает себя, родители, помогает. У мужчин благотворительностью занимается. Поэтому я просто уважаю таких людей. Дим, на самом... А, Кабир, где аплодисменты? Смотрите, ребят. Ура! Этот человек жрет постоянно. Друзья, а еще совсем скоро у Димы пройдет трехдневный марафон, который называется... Создай себя заново. То есть, как я, как Абир, как Дима. Мы все себя сделали сами, с нуля. Только благодаря труду, упорству. Что мешает людям Дим добиться успеха? Я считаю это решение, потому что люди не готовы идти через ошибки, страхи, убеждения. Олень? Олень, я эксперт по оленям. Я это через то, что я прошел. И именно оленя как раз и разбираю больше всего. Я вот со своей командой часто провожу собрание. Говорю, ребят, давайте все перестанем лениться, потому что лень нас тормозит. Но с Леней нельзя бороться, ребят. Чем больше ты с ней борешься, тем она тебя побеждает. С Леней надо договариваться. То есть, нужно найти компромисс. Я тоже Ленис покажу. Короче, все срочно трехдневный марафон. Создай себя с нуля. Кстати, он бесплатный, поэтому я оставлю ссылку, ребят, переходите. Он начнет уже в этот понедельник. Это какое-то что? Это 27 января. Так. А еще все получат от меня бесплатный чек-лист в подарок. Это 5 правил счастья. 5 правил счастья. 5 правил счастья. Смотри, не завидовать. Какие твои правила? Мне кажется, чтобы быть счастливым, нужно перестать завидовать другим. Любить себя. Да? Это имеет значение? Когда я смотрю на себя, особенно с новой челкой, я себя люблю. Реально, я кайфую. А любовь – это немножко здоровый эгоизм такой. Ты думаешь? Да. Но это же хорошо? Да. Это когда-то не за счет других, а за счет своих сильных сторон. Я всю сумку никак не отпущу. Простите. В общем, что еще, ребят? 5. В общем, короче, я не самый лучший эксперт. Да. А мои 5 правил расскажу как раз как секрет нам в бесплатном марафоне. Спасибо. Спасибо. Я пошла уже подписываться. Кстати, ребят, я сейчас сижу и разбираю дайрект Димы и читаю сообщение, которое ему приходит. И это сообщение вызвало у меня шок, потому что я не знаю, как помочь этой девушке, что ей порекомендовать. Может быть, поможете вы? Сейчас скину. Спасибо. 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 Продолжение следует...